Нашему эфиру присоединяется первый заместитель председателя Межлиса Крымско-Татарского народа Нариман Джулял. Здравствуйте. Доброго дня. Витаю, приветствую вас. 18 сентября Радослав Сикорский во время дискуссии на 20-е, это уже была 20-е ежегодная встреча ЕС в Киеве. Он предположил, что одним из возможных вариантов решения вопроса Крыма могла бы быть его передача, передача полуострова под мандат ООН для проведения референдума, для установления легитимных жителей. Как вы считаете, почему такая постановка вопроса неприемлема со всех точек зрения? В принципе, многие эксперты в сюжете вашем уже высказали эту точку зрения. С моей точки зрения, такая постановка не имеет абсолютно никакого смысла по нескольким параметрам. Во-первых, сама формулировка, которую передали со слов Сикорского, это проведение честного референдума с точки зрения определения того, кто есть законными жителями полуострова. Но, извините меня, согласно национальному законодательству Украины, согласно международному праву, многочисленным заявлениям ведущих международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, парламентские ассамблеи и так далее, четко сказано, юридически Крым является территорией Украины, а, соответственно, только граждане Украины. И иные лица, которые в установленном законном Украины порядке оформили свое проживание на территории Украины, являются законными жителями и Крыма, и оккупировано Донецк, и Луганск, и Херсонщины, и Запорожье. То есть, какие тут еще дополнительные какие-то нужны проверки или еще какие-то действия для того, чтобы в этом убедиться. Есть четкая законодательная правовая позиция и основания для того, чтобы понимать, что есть законом, что есть незаконом. Во-вторых, правильно было сказано также о том, что за 10 лет оккупации, уже 11-й идет, Российская Федерация в нарушении международного права изменила демократический состав оккупированного Крыма, привезла туда большое количество, собственно, россиян, и поэтому среди кого там собираются проводить референдум. Более того, нам достоверно известно, что еще в 2014 году для проведения того незаконного абсолютно референдума, которым Россия обосновывает свою оккупацию Крымского полуострова, военнослужащим Российской Федерации и иным гражданам Российской Федерации выдавали абсолютно незаконно украинские паспорта на основе тех бланков, которые остались в Крыму под оккупацией. Поэтому сделать повторно для якобы честного референдума Российская Федерация может еще раз и, скажем так, подлог совершить, что якобы какие-то жители Украины там голосовали и так далее. Ну и в-третьих, мы понимаем, что в результате просто колоссального прессинга, ограничения свободы и прав жителей Крыма, граждан Украины, репрессий, которые не прекращаются в оккупированном Крыму, рассчитывать на свободное волеизъявление совершенно не приходится сегодня. Поэтому можно найти еще несколько оснований для того, чтобы просто понять, что это ни к чему не нужно и ни к чему не ведущее предложение. Более того, это только подтверждает, что Кремль очень глубоко укоренил все-таки в умах некоторых европейских политиков мысль о том, что Крым и его оккупация, вернее, были как-то с точки зрения правовой закреплены вот этим референдумом в марте 2014 года, что для его отмены или для его пересмотра сегодня нужно проводить другой референдум. Абсолютно нет. Крым был преступно оккупирован, а с преступниками поступают очень четко и понятно. Их наказывают, а все, что они, тот вред, который они совершили, он должен быть возмещен. В данном случае Крым просто должен быть возвращен в состав Украины, а Украина уже должна на основании своего законодательства сбеспечить полноценную реинтеграцию данной оккупированной территории в собственное политическое, экономическое, культурное и социальное пространство. И в нашем медиа, в медиа Украины заявили, что Крым – это Украина, и тут больше обсуждать нечего. А вот, возвращаясь к этому заявлению Сикорского, к этой, скажем, информации, которая появилась, вот с ответным заявлением выступил и председатель Меджлиса Крымско-Татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины, Украина должна уступить Крым. И согласны ли вы с такой оценкой, почему вот у некоторых наших партнеров такая близрукая позиция? Неужели они не понимают? Я думаю, все прекрасно понимают. Однако у некоторых политиков есть, скажем так, запрос и собственных граждан на то, чтобы эта война все-таки в скором времени прекратилась, потому что соседствовать с вооруженным конфликтом очень неприятно. Мы знаем, что Польша, и спасибо ей за это, принимает огромное количество украинских эмигрантов, однако это сказывается на внутренней жизни этого государства, на экономических возможностях, потому что эти страны, опять-таки, благодарность им большая оказывает нам военную экономическую поддержку, в то время как граждане их собственных стран говорят о том, что у нас же есть собственные проблемы. То есть, и этим политикам все-таки нужно находить какие-то ответы на такие запросы их собственных граждан, и иногда это делается, вот, к сожалению, таким не очень удачным образом, потому что, ну, все прекрасно понимают, я не считаю, что Радослав Сикорский заблуждается здесь искренне. Это действительно, возможно, был какой-то частный разговор, но мы, со своей стороны, даже вот такие гипотетические предложения должны пресекать на корню, чтобы ни у кого не было даже намека на то, что Украина готова отказаться от собственных территорий и позволить России продолжать оккупацию наших граждан и наших земель. Поэтому такие предложения будут звучать, и, кроме того, Российская Федерация тоже не сидит сложа руки, ее пропагандистские, скажем так, каналы активно работают и в Европе, и по всему миру, и мы слышим вот предложение, что на время можно отказаться от Крыма и из Бразилии, мы слышим это из уст, к сожалению, главы МИДа Польской Республики, из уст, возможно, венгерского премьера и так далее, и так далее. То есть к таким вещам мы должны быть готовы и стоять твердо на своей позиции. Рифат Чубаров здесь абсолютно прав. Такие предложения, они абсолютно несовместимы с нашей позицией и ведут исключительно к одному, что Украина, если она согласится на нечто подобное, соглашается с утратой собственных территорий. Потому что Россия как к чему-то временному к этому не относится. Я в оккупированном Крыму долго прожил и знаю, что там постоянно говорится о том, что это навсегда, и даже не думайте о том, что вы куда-то от нас денетесь и так далее. Поэтому здесь председатель Меджилиса Рифат Чубаров, и я просто поправлю это заявление в целом президиума Меджилиса, то есть всех нас было касательно данной ситуации. Касаемо министра национальных дел Польши, то Сикорский заявил уже, что он поддерживает, цитирую, территориальную целостность Украины. А его предложение отдать Крым, как вы сказали, под мандат ООН, это звучало в рамках гипотетической дискуссии, вот просвучало именно слово «гипотетической». Но эти же дискуссии могут возникать и в будущем, как вы правильно отметили. А к чему они могут привести по итогу? Попытки, я думаю, склонить Украину к тому, чтобы наше руководство село за стол переговоров путем уступок России будут продолжаться. Потому что, вот, например, как сейчас один из кандидатов в президенты США, господин Трамп, многие хотят заработать баллы на том, что именно они закончили войну. Многие хотят как-то проявить себя на вот этом очень серьезном геополитическом ландшафте и так далее. Поэтому будут происходить где-то из-за непонимания ситуации до конца, где-то исходя из понимания, но готовности пожертвовать. Не свои же земли жертвуют. Как кто-то написал недавно в социальных сетях, подобные инициативы сразу же выветриваются из голов подобных политиков, когда им прямо в лоб задаешь вопрос, готовы ли вы пожертвовать частью территории своего государства в похожей ситуации. Я думаю, никто не готов, поэтому зачем предлагать это делать Украине абсолютно бессмысленно. Несмотря на очень серьезные проблемы на фронте, на очень серьезные испытания, на жертвы многочисленные и среди наших военных, и среди наших мирных граждан, Украина твердо стоит на позиции возврата всех своих территорий, восстановления территориальной целостности в границах законных 1991 года и никак иначе. Мы готовы приобрести еще дополнительно землю, но свои отдавать не будем. Вы знаете, о целостности говорили только Украина, и украинский МИД утверждает, что Крым – это Украина, потому что так это и есть. Но, похоже, заявление сделал и президент Эрдоган, президент Турции. Он настаивает на том, что Крым – это Украина, и границы должны быть теми, которые есть наши легитимные. А насколько это может быть ударом по имперским амбициям Путина? И почему Эрдоган решил сделать такое заявление именно сейчас? Сложно сказать, почему президент Турции оказался в этот раз на Крымской платформе расширить свою постоянную поддержку территориальной целостности Украины, отдельно отметив, что международное право требует возвращения Крыма в состав Украины. Это очевидно, но раньше от него подобных уточнений не звучало. В этот раз он действительно это сделал, что довольно серьезный переполох сделал в Кремле. Несмотря на их заявление о том, что это не очень важно, что это ни к чему не ведет и так далее, мы понимаем, что Россия очень чувствительно относится к любым подобным заявлениям. Тем более президент Турции и вся Турция рассматривается Российской Федерацией как один из партнеров экономических, политических. И это не секрет, это одна из стран, которая отказывается вводить жесткие санкции в отношении России, продолжает служить своеобразным таким мостом для получения России необходимых ей товаров, услуг и так далее. И для России это очень чувствительный момент. И президент Турции здесь действительно очень серьезный такой шаг именно в сторону Украины совершил. И я считаю, что наша сторона, наша страна должна это высоко ценить, потому что Турция уже не первый год оказывает нам и экономическую, политическую поддержку, и военную поддержку. А теперь вот такой очень серьезный шаг, мы только должны поблагодарить президента Турции за подобное. Это не говорит о том, что завтра Турецкая Республика начнет что-то там непосредственно совершать, но это дает нам надежду на укрепление того сотрудничества, которое есть между нашими государствами. Нам сегодня нужна поддержка всех и каждого. Ну и главное, что для Кремля, я думаю, это очень серьезная такая, если не пощечина, то ведро холодной воды на их надежды. Касательно того, что в рамках так называемого БРИКС, куда подала заявку Турецкая Республика, они смогут собрать своеобразный клуб стран, которые будут поддерживать ее агрессивную политику в отношении и Украины, и стран Запада также. Здесь они должны четко понять, что одно к другому совершенно не привязано. Давайте поговорим еще о том, что происходит на временно оккупированной территории в украинском Крыму, поскольку есть информация от Центра национального сопротивления о том, что там усиливаются фильтрационные меры по отношению к местному населению. Мы сейчас решили провести под видом военных учений БАРС Крым очередную фильтрацию. Пишут, что блокируют целый район и тщательно проверяют местных жителей. А что вам известно об этой ситуации? Может быть, какие-то есть подробности? Действительно, местные жители подтверждают, что чаще всего это район Севастополя, район Евпатории, то есть западное побережье Крыма. Как раз та территория, со стороны которой больше всего ожидает оккупационная власть России, возможное проникновение наших военных групп, диверсионных групп на Крымский полуостров, проводятся проверки среди местного населения в рамках различных учений или контртеррористических, тех или военных. Делается это весьма регулярно. В телеграм-каналах, в социальных сетях можно постоянно через день-два увидеть объявление о том, что в Крыму объявили очередные учения, звучат выстрелы, производятся вот такие фильтрационные мероприятия. Не всегда это село в целом, это какие-то улицы и так далее. Я не думаю, что там непосредственно ищут кого-то, но, видимо, проводится действительно тренировка и отрабатываются различные мероприятия на случай, если украинские военные действительно начнут действия по проникновению на Крымский полуостров. Я не считаю, что это на пустом месте, они должны быть готовы, потому что наши ВСО действительно готовы к тому, чтобы в каком-то обозримом будущем начать освобождение Крыма. Мы знаем, что активно наши морские дроны и наши ракетные войска, дроны, посещают Крым, скажем так. Буквально сегодня было сообщение о том, что в Симферополе, на аэродромах в Каче и в других местах звучали взрывы. Естественно, местные власти заявляют о том, что это работало ПВО и все позбивали, но чуть позже, я думаю, будет более ясная информация, повреждены ли какие-то объекты или нет в Крыму. Поэтому не стоит этому удивляться. Фильтрационные мероприятия в Крыму производятся давно и осуществляют их не только официальные военные структуры, а различные коллаборанты и так далее, которые выявляют всех, как они считают, неблагонадежных, называют их ждунами, еще как-то. То есть тех граждан Украины, которые продолжают верить в освобождение и возвращение в Украину, их постоянно ищут, часто выявляют. И в социальных сетях можно увидеть видео о том, как людей заставляют извиняться за свои взгляды, за свою приверженность государству Украины, за свои политические взгляды и так далее. Поэтому это уже не первый год, как минимум в таком плотном виде с 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения происходит в Крыму. Я думаю, будет только усиливаться. Да, действительно, в Крыму и сегодня было очень горячо. И похоже, что оккупанты стараются не пользоваться мостом и находиться подалее от всяких военных объектов. Будем наблюдать эту ситуацию, будем ждать освобождения нашего украинского Крыма. И спасибо вам большое за это интервью. Первый заместитель председателя Меджилиска Крымско-Татарского народа. Нариман Джелял был с нами в эфире телеканала Freedom. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.